В 2004 году группа российских физиков приехала в юго-западный пригород Каира-Гизу для того, чтобы обследовать пирамиды Египта. Первые же выводы ученых оказались неожиданными. О предназначении пирамид я могу сказать совершенно четко и ясно. Однозначно Великая пирамида не была предназначена для захоронения Хёбса. Просто ее внутренняя конструкция такова, с вот этой гранитной пробкой, то есть это был наглухо запечатанный все, что выше пробки, это был наглухо запечатанный участок гранит. И для того, чтобы туда похоронить телка какого-то фараона, нужно было его положить в саркофаг еще на стадии строительства камеры царя. И уже потом все это дело достраивать. Это был единственный вариант. Понятно, что это совершенно нелогично с точки зрения захоронений. Абсолютно. А коридоры совершенно, опять же, непонятно, зачем их тогда делать. Существует несколько версий происхождения и назначения пирамид. Я хочу перечислить их. Первая версия – это официальная. Пирамиды являются культовыми сооружениями. Цивилизация египтян того времени обладала знаниями и техническими возможностями, которые затем были утрачены такими, что они смогли возвести эти пирамиды. За такую точку зрения отчасти говорит конструкция мастоп – это погребальных сооружений древних египтян, которые были довольно изощренными. Не сказать, что они представляют собой очевидные сооружения. Кроме того, в этой теории предложены способы строительства, всевозможные там пандусы. Что против? Против то, что, например, эти мастопы имеют совершенно другую конструкцию. Она ничем не напоминает конструкцию пирамид. В мастопах помещения, где находятся сами усыпальницы, отделаны тщательно, а ходы – абы как. В пирамидах ходы отделаны очень точно. Ножек не просунуть, бумажку не просунуть между щелями. Параметры этих ходов не приспособлены ни для чего. Там не пройти, не проехать, не протащить. Очень неудобно. Кроме того, существует коридор испытаний. Это такое место рядом с Великой пирамидой Хеопса, в которой сначала выполнены те несколько ходов, которые потом сделаны в толще пирамиды самой. Снаружи, в толще скалы, проделан наклонный ход под тем же углом и с теми же параметрами. Он сопряжен с восходящим ходом, с теми же параметрами и тем же углом. Есть выход к камере царицы, есть выход к камере царя. Все углы соблюдены. Зачем сооружать такую конструкцию, если я сооружаю культовое сооружение? У этого должна быть цель, даже если это сооружение культовое. Между долиной Нила и пустыней стоят три рукотворные каменные горы. Египтяне называли их горизонт. Греки нарекли пирамидами. Пиро по-гречески огонь, амидос середина. Что же за огонь или энергия может быть внутри пирамид? Египтологи не смогли ответить на этот вопрос. Наука признает, что осталось еще много нерешенных загадок, связанных с пирамидами. Может быть, физики смогут разгадать их? На мой взгляд, одной из причин загадочности пирамид может являться то, что наша цивилизация еще не достигла того уровня развития, который требуется для осознания работоспособности пирамидальных форм и все, что с ними связано. Знаменитый советский физик, сподвижник Сергея Королева, академик Борис Раушенбах, мечтал об исследовании пирамид Египта. Но ученый понимал, что в те времена это было нереально. Его мечту смогло воплотить следующее поколение российских физиков. Я по образованию физик, занимаюсь физикой и физике учу студентов. А и древний Египет это, в общем, даже не увлечение, а такое как бы случайное событие в жизни, которое, тем не менее, нашло в ней место. Ну, и я ничего про Египет не знал, кроме того, что учил в школе. Про то, что были фараоны, про то, что строили пирамиды, собственно, и все. Но смысл был в том, чтобы посмотреть на эти пирамиды совершенно непредвзято и попытаться понять, насколько возможно было для фараонов их построить. Физики, в отличие от историков, решили не исходить из каких-либо предпосылок, а просто проводить измерения и анализировать результаты, постепенно продвигаясь к пониманию того, что же такое пирамиды. Значит, с вами ездили в геофизике. Вот если посмотреть, что из себя представляет кора Земли, то она не является абсолютно твердой. Она постоянно как-то чуть-чуть смещается при землетрясениях, при воздействии приливных сил и так далее. Она вот поскрипывает, идет треск небольшой, постоянный. Это вот называется естественным шумом. Пирамиды в Гизе молчат. На них, в отличие от сооружений, построенных более поздними династиями фараонов, нет никаких надписей о том, кто, когда и зачем их возводил. Исследователи с риском для жизни взбирались на вершины пирамид, устанавливали аппаратуру и замеряли излучение в различных диапазонах. И вскоре появились неожиданные результаты. И когда начали измерять эти сейсмошумы в применении к пирамидам, выяснился совершенно неожиданный эффект. То есть нам геофизики заявили о том, что если мы измеряем, например, амплитуду сейсмошумов у подножия пирамиды, мы получаем одно значение. На вершине даже небольшой пирамиды, например, спутницы ломаной пирамиды до Шори, амплитуда возрастает в два десятка раз. То есть это списать на какие-то отклонения случайные просто невозможно. Если такой эффект есть, значит, он уже влечет за собой целую массу последствий. По меньшей мере можно предположить, что пирамида каким-то образом концентрирует, как линза концентрирует свет, концентрирует сейсмоколебания. Посмотрим внимательно на то, что представляет собой пирамида. Это рупор, внутри которого имеются некоторые дополнительные детали, конструкции, обстоятельства, связанные с ходами и камерами, которые там есть. Но пирамиды не имеют округлых форм, пирамиды граненые. И на таком фоне выдвигать версию, что они связаны с физическими явлениями, казалось бы, преждевременно. Но оказывается, что среди современных теорий пространства времени есть и такие, в частности, одной из таких теорий занимается коллектив нашего института гиперкомплексных систем, которые приводят к иному закону отражения и преломления. Речь уже идет не об электромагнитном поле, а о поле принципиально иной природы, для которого уравнение Максвелла не действует. Для этого нового поля мы его называем гиперболическим. Действуют совершенно иные физические законы, причем для него роль зеркал и линз играли бы совсем другие формы, не круглые. Вот это у нас обычная физика и линза это сегмент этой сферы и параболическая отражающая поверхность этого фонарика это все идет из той геометрии, которая связана с современными представлениями о пространстве времени, которое предложил Менковский и Эйнштейн. А здесь мы имеем другое дело, мы имеем влияние самой пирамидальной формы на ну что такое 20 раз амплитуда не лезет ни в какие ворота с точки зрения обычных известных физических взаимодействий. А дальше возникает целый каскад идей, что если мы имеем что такое сейсмоколебание это механические напряжения. Механические напряжения соответственно в пирамидах очень часто используется такой материал как гранит. Гранит как известно состоит из диоксида кремния то есть кварца который обладает свойством реагировать на механические напряжения. При определенных условиях он может переводить эти механические напряжения в электрический потенциал. Дело в том что в соотношении геометрических элементов пирамид имеются всякие любопытные и хорошо известные изношенные соотношения. Такие как например золотое сечение многим известное соотношение длины двух отрезков которые имеют определенные пропорции. Во-вторых число Пи тоже знакомое Сашковой. Зачем там находятся эти соотношения? Почему форма пирамид такая правильная? Почему там тангенс нисходящих ходов видит ли равен половине? Это наводит на соображение но не очень понятно на какие. Вторая часть деталей касается астрономических привязок. Дело в том что ориентация пирамид по линии север-юг выполнена с такой точностью которая современным строителям и не снилась. Строительство пирамид велось с чудовищной точностью что касалось астрономических привязок. Пирамида которая является сооружением со стороной основания порядка 200 метров ориентирована по линии север-юг с точностью до 3 минут дуги. Чтобы было понятно что такое 3 минуты дуги я упомяну что часовой циферблат разделенный на 60 частей на минуты соответствующие дает следующие угловые размеры. Одна минута на циферблате это 6 градусов. Каждый градус содержит 60 минут. Так вот точность ориентации египетских пирамид составляет 3 минуты дуги. Трудно представить себе задачи которые нужно решать чтобы с такой точностью возводить сооружение. Приходится признать что мы пока слишком далеки от понимания замысла древних зодчих. Какую цель они преследовали практическую или символическую неизвестно. Но совершенно очевидно что эта цель была и ради ее осуществления работали первоклассные строители геодезисты и даже астрономы. Современные строители когда ориентируют здание по странам света могут достичь градусов но уж никак не минут. Зачем это нужно совершенно непонятно. Но есть люди энтузиасты которые находят направление на специальные звезды вот Орион иногда фигурирует в этой связи. Тут я ничего не могу сказать. Это может быть и случайностью. Но ориентация север-юг совершенно не случайна. Она выдерживается во всех великих пирамидах и поражает своей точностью. К чему такая немыслимая скрупулезность? С какой стати фараон узаботится о том, чтобы его грандиозная гробница была ориентирована на север с точностью до трех минут? Большинство из нас невооруженным глазом не смогло бы разглядеть даже отклонение на целых три градуса, то есть в 60 раз больше. Зачем-то строителям было очень важно привязать пирамиду к направлению север-юг, то есть к оси вращения планеты. Но зачем? Мало кто задумался, что эта форма может быть связана с чем-то иным, кроме как просто задумка художника или воплощением каких-то скажем так, как обычно говорят культово-религиозных представлений древних египтян. В 50-е годы 20-го века в Великой пирамиде побывал французский специалист по консервации продуктов Антуан Бави. Он заметил в мусорных баках мелких животных, которые случайно забрели в пирамиду и погибли. Их трупы выглядели довольно странно. Не ощущалось никакого запаха и не было заметно признаков разложения. Удивленный этим Бави обследовал трупы и обнаружил, что они высохли и мумифицировались. Это стало началом многочисленных исследований того, что называют эффектом пирамид. Смысл заключается в том, что согласно гипотезе по эффекту пирамид, сама форма пирамиды обладает некими свойствами, которые позволяют этому сооружению влиять на самые разные физические, биохимические процессы. В том числе там, например, есть версии, что даже изменяется ход времени и так далее и тому подобное. Но вот после того, как Бави обратил на это внимание и провел еще целую серию экспериментов, построив небольшую модель, в которую выкладывал кусочки мяса и совершенно разные другие предметы. В общем, многие пытались заняться исследованием эффекта пирамид, но многие в основном это речь идет, конечно, об энтузиастах. В результате появилось множество публикаций, в которых описывались феномены, связанные с воздействием пирамид на живые и неживые объекты. Чешский радиоинженер Карл Дрбал даже запатентовал метод заточки бритв и ножей путем помещения их в самодельные пирамиды. Другие энтузиасты пытались при помощи моделей пирамид проводить оздоровительные процедуры и даже предлагали жить в них. В 70-е годы вера в чудесные свойства пирамид получила такое широкое распространение, что полуторамиллионный тираж книги немецкого писателя Патрика Фланагана о биокосмической энергии пирамид был распродан всего за неделю. И за этим валом публикаций вот таких сомнительного характера на самом деле может скрываться действительно какие-то эффекты, которые надо серьезно изучать. Ну, например, подавляется жизнедеятельность бактерий. Мясо не гниет, а мумифицируется. Сохраняется долгое время почти как в холодильнике, потом мумифицируется. Где-то говорилось, что семена лучше прорастает, урожайность семян выдержанных пирамидов больше. Пришлось собственно включаться в процесс перепроверки всех этих сведений с нуля фактически. Почему с нуля? Потому что честно говоря мне не удалось найти ни одной детально проработанной с научной точки зрения какой-то публикации, которую можно было воспринимать именно на уровне научной работы. Вот в связи с пирамидами имеются несколько неожиданных обстоятельств. Способы строительства, которые упоминают официальная точка зрения, не прошли проверки. Дело в том, что все время находятся энтузиасты, которые предлагают желающим собраться и сложить пирамиду, чтобы доказать, что это было возможно. И вот я читал статью японцев, которые именно это и сделали. Пользуясь современными средствами, они нарезали блоков и пригласили со всего мира желающих приехать и принять участие в возведении пирамиды. Нашлось много желающих, я бы сам поучаствовал. Но дело в том, что сооружение застоприлось на 10-м ряду. Люди стали мешать друг другу. И это при современной технической организации и организации строительных работ. Что же говорить про ту цивилизацию, которую связывают пирамидами Египта, про цивилизацию фараонов 2400 год до нашей эры примерно. Таким образом, официальная точка зрения она имеет за, имеет против. Дело в том, что египтяне сооружали пирамиды и до официального срока возведения великих пирамид, и после. И в обоих случаях они делали это значительно хуже. Например, точность ориентации по линии северо-юг составляла 15 градусов, а вовсе не 3 минуты. Я уж не говорю про точность отделки блоков и всего остального. Мне не удается придумать задачу на нашей планете хозяйственную задачу, научную задачу, которая потребует этой точности ориентации гигантского сооружения по линии северо-юг или по какой угодно другой линии характерной. Это не может не быть связано с астрономией, потому что иначе я теряюсь. Третье – это гигантский масштаб сооружения по любым меркам, что по египетским, что по нынешним. Внутрь пирамиды можно поставить собор Святого Павла, как известно. А если заглянуть чуть-чуть подальше в физику, будущего, то, может быть, станут важными вот примерно такие фигуры. На самом деле это трехмерное упрощение. Сама фигура, она имеет четыре измерения, но в трехмерном своем срезе имеет вид такого многогранника. Это ромбододекаэдра. И вот отдельный элемент этого ромбододекаэдра, отрезок, три четверти – это пирамиды. И очень может быть, что роль линз и зеркал вот в такой геометрии пространства-времени для явлений, которые выходят за рамки литромагнитных, а связаны с более хитрым физическим взаимодействием, будут востребованы именно такие граненые формы. Причем важна будет не столько форма трехмерного тела, сколько четырехмерный объем, четырехмерная область в пространстве-времени. Неужели и про пирамиды можно сказать, что они работают? Если они были сделаны не для того, чтобы хоронить в них царей, то понять их настоящее назначение будет непросто. Возможно, они представляют собой какие-то неизвестные нам технические устройства. Но какие? Собственно, то, чем я занимаюсь и то, что мне представляет, то, что для меня лично интерес представляет, это, конечно, назначение пирамид. Очень трудно думать о том, кто их построил, но гипотезу о назначении я могу проверять, пользуясь просто здравым смыслом. Так вот, предположение о культовом назначении пирамид не требует ни одного из перечисленных обстоятельств. Этим оно плохое. Предположение о техническом или техногенном назначении пирамиды. Тут, конечно, есть где пофантазировать. И предположения на этот счет известны в большом количестве, выдвигались неоднократно, каждый раз восклицали, что вот, наконец-то, мы открыли тайну пирамид. Но, конечно, никакой тайны до сих пор не открыто. И главное, после того, как гипотеза будет сформулирована, нужно указать способ ее проверки. Вот в этом случае можно говорить о том, что мы потеношку разбираемся с тайной, с загадкой великих пирамид. Задача стояла вообще, в принципе, понять, есть какой-то эффект или нет его на самом деле, или это просто там, скажем так, жареха преподносимая средствами массовой информации, желтый пресс. Вот. И, значит, в одну из поездок мы специально набрали этого, точнее, биологи нам уже набрали специальных семян подгороха, которые выверены, как они знают, как они еще произрастают и так далее. И по мере возможности мы все эти пакетики оставляли в пирамидах буквально там максимум на пару дней. Вот. И когда привезли в Москву и проверили, значит, выяснилось, что вот эти семена гороха, которые там были, они явно отличаются от тех семян, которые остались здесь в Москве. То есть семена, которые выдерживались в пирамиде, предварительно в египетских пирамидах, они заметно, их прорастание заметно задерживалось. То есть, вот по сравнению с контрольной группой, оставившись здесь в Москве, когда их начинали проращивать, после этого прорастание семен в пирамидах ушло с истованием с каким-то. Более того, мы чисто случайно в эту поездку забыли один пакетик, не нашли в Красной пирамиде и в результате удалось его забрать уже через год. То есть, так чисто случайно получился эксперимент протяженности целых год. Так вот, из этих семян 20% вообще не зашло. То есть, из тех, которые вот год пролежали, они, во-первых, отличались тем, что они усохли. И это тоже уже било по глазам. Усохли гораздо сильнее, чем те, которые находились здесь в Москве. Били по глазам почему? Потому что в пирамидах очень влажно. Там ходит масса туристов, и, во-первых, каждый выдыхает, из него там вместе с выдыханием выходит какая-то там попоры, да, плюс потеешь мгновенно. И все это тоже с тебя как-то испаряется. И вдобавок у нас есть подозрение, скажем так, то, что пирамида как бы вот и земли еще вытаскивает воду на себя. и вместо обещанных нам собственно публикациями о том, что семена будут лучше расти, на самом деле мы получили прямо противоположные эффекты. Ну и вот по ходу всех этих исследований, потому что накапливались идеи вообще проведения исследований не только там по семенам, по сейсминам, по исследованиям, вообще по разным направлениям. Вот в какую-то из поездок там на конференции, которую Дмитрий Павлов проводит по математике и физике, возникла идея вообще построить некую модель, поскольку в Египте все-таки сложно это проводить. Благодаря усилиям Дмитрия Павлова эта идея была реализована во Фрязино, под Москвой. Чтобы исследовать эффекты пирамид, ученые построили там модель пирамиды Хеопса в масштабе 1 к 20. В первую очередь решили повторить опыт с семенами. Ну, свою деятельность мы ведем в рамках негосударственного научно-исследовательского института, который назвали гиперкомплексные системы в геометрии и физике. И такой материальной основой нашей работы является площадка в Подмосковье на территории бывшего пионерского лагеря Лесное озеро. Рядом же расположились наши экспериментальные самые простенькие установки. Как для изучения эффекта, связанных с пирамидальными формами, мы построили небольшую пирамиду из известняка массой около 100 тонн вместе с основания. То есть, это микроскопическая копия пирамиды Хеопса. Здесь мы провели немножко другой эксперимент. Если в египетских пирамидах семена выдерживались до прорастания, то здесь поставлен эксперимент, в которых семена проращивались непосредственно в пирамиде. То есть, это не хранение, а им уже процесс прорастает. И рядом была сделана яма для контрольных измерений, которая позволяла на ту же глубину поместить семена. То есть, в те же условия проверялся соответствие по температурным условиям. Выяснился совершенно неожиданный эффект в обратную сторону. То есть, семена, которые прорастали в самой пирамиде, они прорастали быстрее, чем семена в яме. Примера с таким же сдвигом на несколько часов. На самом деле, это все будет сочетаться, если мы предположим, что, как заявляют некоторые исследователи, внутри пирамиды время изменяет свой ход. Например, идет чуть быстрее. Соответственно, чуть быстрее должны протекать и процессы. В тех случаях, когда мы проводили в египетских пирамидах исследования, у нас семена просто хранились, поэтому они и высыхали быстрее, нежели семена, которые находились в обычном условии. А здесь прорастание происходит быстрее. То есть, эффект останется не прямо противоположен, а не на один эффект. Выходит, не зря говорили древние. Все боится времени, но само время боится пирамид. Раньше эту поговорку понимали так, что пирамиды стояли незыблемо тысячи лет и на них не влиял ход времени. Но, оказывается, у этого афоризма может быть и другой, намного более глубокий смысл. Мы же здесь имеем дело со воздействием на растения. Это не утверждение каких-то чувствительных экстрасенсорных воздействий людей, что вот мне что-то показалось. Растения ничего не кажется. Они воспринимают то, что на них влияет. Хорошо можем списать на то, что время идет быстрее. А за счет каких физических процессов она идет? Каким бы смелым ни казалось это предположение, но сама возможность изменения хода времени была предсказана еще Эйнштейном в его общей теории относительности. Этот ход зависит не только от скорости, но и от гравитации, что уже было подтверждено экспериментально. В 2010 году физики с помощью сверхточных атомных часов выяснили, что разница времени между верхней и нижней частью 102-этажного Нью-Йоркского небоскреба Empire State Building за 80 лет составит 102 миллионных доли секунды. Некоторые ученые считают, что от понятия абсолютного времени можно уже отказаться. Почему форма у нас может влиять на ход времени? Это вообще, извините, наша современная физическая теория не предусматривает никакого образа. Хочется же не заниматься самообманом, хочется понять, что есть на самом деле. Для этого нужно эксперименты стоять очень корректно, перепроверять. Ну вот, скажем, еще одно направление интересное у нас там выявилось это Сергей Сипаров, физик из Санкт-Петербурга, в свое время обратил внимание на то, что на самом деле схема внутренних коридоров и камер, то есть само расположение коридоров и камер внутри пирамиды и само тело пирамиды, если взять вот эту схему, посмотреть на нее взглядом не историка, а именно технаря-инженера, она в очень многих деталях совпадает с тем, что у нас собственно имеет некоторые антенны. Ходы, которые в пирамидах так тщательно отделаны, с непонятной тщательностью, с непонятной примизной, могут оказаться волноводами. Эти волноводы принимают на свою поверхность акустический сигнал. Если в них есть гранитные элементы, то можно получить электромагнитный сигнал, который пройдет по этому волноводу и будет излучен в пространство или принят из пространства и преобразован с помощью камер, которые могут быть какими-то резонаторами. Могут ли эти камеры работать как резонаторы? Не знаю, но аналоги в нашей технике работают довольно успешно. Как настраивается СВЧ-устройство в применении к обычной конструкции, которую мы используем? Там имеются всевозможные штырьки, выступы, достаточно посмотреть на картинку, чтобы обнаружить очень похожие штырьки и выступы и пазы в конструкции Великой Пирамиды, например, Пирамиды Хеопса. Существует так называемая предкамера рядом с камерой царя, где можно обнаружить все эти пазы. Считается, что по ним двигались плиты, которые перекрывали вход в эту камеру. Вполне возможно. Одновременно, если отнестись к этому как радиотехническому устройству, они позволят именно обеспечить настройку, согласовать волновод и резонатор. И таких устройств, таких ходов мы можем встретить в большом числе мест. В общем, практически на всех пирамидах. На самом деле, по коридорам пирамиды перемещаться не в современном состоянии, когда там положены ступеньки деревянные, а настилы деревянные со ступенечками сделаны, просто в самом чистом коридоре изначально. Но очень и очень тяжело. То есть, например, мы проходили такой участок небольшой на мостабе Тахшепсеса. Это мостаба в Абусире. Там совершенно коротенький участок, метров 10, наверное, наклонного коридора, который идет под тем же знаменитым углом наклонного. Сколько? 26 с чем-то градусом, вот спускаться по нему удобно, ты просто соскальзываешь по этой ровной поверхности. А вот забираться вверх, это только уже в раскоряку. То есть, руки, ноги в стороны и, упираясь в стенки, вот как-то еще удается подняться вверх. То есть, это явно не для человека приспособленное, не для перемещения человека приспособленное коридоре, но представить себе, например, в Красной пирамиде, там, глубину уходящий, это нисходящий коридор, но это жуть подниматься будет. Просто сколько раз еще при этом соскальзываешь обратно. То есть, не приспособленные для обычной ходьбы, тогда вопрос, почему их делали такими неудобными, маленькими, почему на них не сделали ступеньки, почему везде приходится нагибаться. Если пирамиды действительно были задуманы как технические устройства, и этим можно объяснить их воздействие на живые организмы, то какой был смысл помещать в них мумии умерших? Тем более, что в Древнем Египте было специальное место для погребения фараонов в 500 километрах от Каира в Луксоре. На самом деле, если мы возьмем реальные находки мумий, которые соотносятся с фараоном, все они находились в помещениях с очень большими проходами в Долине Царей. Нигде ни одного сооружения нет, где были бы найдены мумии вот с такими узкими проходами, характерными для больших термит Египта. Везде нормальные проходы в человеческий рост. Как минимум, а то и больше, как в Долине Царей. Как считают египтологи, гробницы в Долине Царей начали использовать лишь с 16 века до нашей эры, то есть почти через тысячу лет после постройки пирамид в Гизе. При этом разница между внутренним оформлением пирамид и царских гробниц в Луксоре видна с первого взгляда. Стены гробницы саркофагов в Долине Царей сплошь покрыты изображениями и надписями, что вполне понятно, ведь обычно на могиле принято писать, кто и когда в ней погребен. А вот в Гизе даже на саркофаге в Великой Пирамиде нет ни одной надписи. Словно саркофаг этот был ничей и не имел постоянного хозяина. Для кого же тогда все это построили, да еще и с такой немыслимой точностью? Например, ходы в пирамиде выдерживаются по направлению с огромной точностью, в частности 5 миллиметров на 80 метров продолжительности протяженности хода 5 миллиметров отклонения от оси. Невозможно представить себе, как это сделать. Ход наклонный. Никакая веревочка не поможет. Можно говорить про луч лазера, но я не склонен драматизировать ситуацию и думать, что у египтян были лазеры. У тех египтян, про которых мы знаем. Наклонные стены площадью больше баскетбольного поля отделаны, достигнут горизонтальная поверхность, отделанность с чудовищной точностью, как это сделано. Это технические проблемы, на которые современные строители не дали ответа, когда их об этом спросили. Сергей Сепаров начал проводить прямые параллели с какой-то антенной. Вот он там не только выдвинул герсию, но обнаружил еще, например, угол наклонного грани Великой пирамиды таков, что получается соотношение, вот, если мы рассмотрим это с точки зрения законов оптики, что угол наклона градусов обеспечивает два, скажем, явления широко известных в оптике. Это полное отражение сигналов и поляризация света. Во-первых, хочу сделать одно замечание о геометрических обстоятельствах, связанных с пирамидами. Каждый из них имеется наклонный ход, имеющий фиксированный угол наклона и фиксированное сечение. любопытно, что если я рассмотрю сигнал, распространяющийся из толщи земли вертикально вверх, то после двух отражений от стенок пирамид этот сигнал окажется перпендикулярным к этому ходу. Так подобраны углы. Если предположить, что ход представляет собой волновод, ведущий к антенне, то тогда вертикальный сигнал, идущий снизу, будет воздействовать одновременно на весь ход. Это важное обстоятельство, которое позволяет согласовать фазы входа и выхода на такой волноводе. Но обращайте на себя внимание, что они имеют стандартный размер в разных пирамидах, в больших пирамидах. Сама форма пирамиды меняется. Меняется расположение камер, горизонтальных проходов, но размеры этих коридоров они практически везде одинаковые. И это сразу называет ассоциацией с неким волноводом. Мы можем построить антенну, приехать на ГИЗу и попытаться обнаружить поляризованную компоненту в отраженном сигнале. Вот это я и сделал в 2012 году. Антенну сконструировал мой студент, которого зовут Игорь Смоляр. И с этой антенной, даже с двумя, я приехал в Каир и принял участие в семинаре и заодно выполнил измерение. В результате оказалось, что у пирамид действительно существует компонента в отраженном излучении, плоско-поляризованная в горизонтальной плоскости. Факт состоит в том, что эта методика работает и о поляризованном излучении в отраженном сигнале мы можем судить просто на месте, несложными измерениями. Эта идея о полном внутреннем отражении и полной поляризации, она не была ранее озвучена, она не приходила в голову раньше людям, и теперь это новое поле для возможных измерений. Ну а в чем предназначение здесь? Здесь вот этот эффект пирамид, пусть мы пока еще не знаем, в каких областях он проявляется, да, но сам факт наличия некоторых феноменов, которые указывают на воздействие формы пирамиды на физические, химические, биологические и иные процессы, не просто позволяет допускать, а заставляет выдвигать гипотезы о техническом предназначении пирамиды. Известно, что у Земли, как небесного тела, окруженного атмосферой и ионосферой, имеются характерные частоты электромагнитного излучения, которые называются резонанс Шумана. Это такие стоячие волны, которые отражаются от ионосферы. Ионосфера подвижное тело, оно перемещается относительно Земли немножко, и поэтому фиксированной частоты резонанс Шумана не имеет, но он имеет порядок. Это примерно 7-10 Гц. Интересно, что это как раз тот диапазон, на котором пирамида демонстрировала усиление сигнала, который мы регистрировали с помощью сейсмоприемников в 2004 году. Что же получается? Пирамида настроена в резонанс с резонансом Шумана, который тоже имеет геологическое, геофизическое происхождение. Вопрос только вот в чем. мы мерили сейсмосигнал, резонанс Шумана электромагнитный сигнал. И возникает такой вопрос, а каковы методы геофизических измерений? Дело в том, что сейсмоприемники, который использовался нами в 2004 году, имелась катушка. И под действием акустического сигнала или сейсмического сигнала эта катушка двигалась относительно магнитного поля. И это приводило к возникновению сигнала, который записывался. Тогда эта катушка могла просто принять электромагнитный сигнал, который связан с анасферой, резонанс Шумана. То есть фактически мы принимали не сейсмический сигнал, а вот этот самый. Но у подножия его нет, а на вершине он есть. Таким образом пирамида имеет к нему отношение. Неужели строители знали об этом и целенаправленно добивались того, что мы называем эффектом пирамид? Возможно, что поразительная точность прокладки ходов и ориентации по линии север-юг свидетельствует именно о попытке решить эту задачу. Получается, соображения были не абстрактными, а вполне практическими. пирамида разном снега следят. В частности, в России и в Томском университете есть соответствующая станция, которая отслеживает его частоту и можно зайти на их сайт и посмотреть, чему он соответствует. Я это сделал и убедился в том, что действительно величина получаемого сигнала как раз соответствует по порядку величины той, который мы измеряли с якобы сейсмическими измерениями. Но вот что касается мистических свойств пирамид. Дело в том, что эта частота имеет тот же порядок, что и частота альфа-ритма человеческого мозга. И частота гуляет. То есть точного совпадения нет, но близкое совпадение есть. Перекрытие сигналов есть. Давно известно, что резонанс Шумана имеет сходный диапазон частот с альфа-ритмом человеческого мозга. Психологи считают, что с альфа-ритмом связаны особые состояния, возникающие, к примеру, во время медитации, при которых происходит так называемое расширение сознания и ощущение единства со всем мирозданием. Исследования влияния альфа-ритма на психику ведутся во многих научных институтах и университетах всего мира. Но о том, что пирамиды Египта усиливают в 20 раз именно эти частоты, никто прежде и не подозревал. Спрашивается, зачем создавать такой эффект в гробницах? Ведь у мертвых альфа-ритм отсутствует. Но тогда можно предположить, что в пирамиды помещали живых людей. Надо сказать, что нейрофизиологи изучают эту возможность воздействия на альфа-ритм человеческого мозга. Но очень аккуратно, потому что это может донести вред человеческому организму. То, что эффект есть, известно из медицинских источников. Теперь мы получаем, что если человек подвергает свой мозг, обладающий альфа-ритмом, воздействие резонанса Шумана, который усиливается пирамидой, то в его психологическом состоянии, связанной с работой мозга, могут запросто произойти изменения. Как раз те, которых опасаются врачи, которые не интенсивно исследуют эти возможности. Таким образом, и эта мистика уходит в связи с вновь открывшимися соображениями. Существуют древние легенды о том, что пирамиды помогали людям обрести божественные свойства. Можно предположить, что эти монументы действительно предназначались для того, чтобы каким-то образом изменять человеческое сознание. Косвенное подтверждение тому можно найти далеко от Египта, в Мексике. Самые знаменитые мексиканские пирамиды находятся в городе Теотиоакан. Его название переводится как «Место, где рождались боги» и может восприниматься как информация о некой утраченной ныне технологии воздействия на психику человека. А то, к чему ведет логика гиперболических полей, это получение информации о четырехмерном мире. То есть мы добавляем к своему знанию четвертое измерение, и количество этих трехмерных слоев там неимоверно. То есть мы сможем получить знание о том, что было в нашем мире миллиарды лет назад. А может быть даже и за пределами Большого взрыва. Увидеть, и при помощи приборов мы этого не можем, потому что мы видим при помощи электромагнитного поля. А гиперболическое поле может позволить посмотреть, посмотреть в кавычках, потому что мы видим таким вот за четырехмерным зрением, реальный факт возникновения Солнечной системы, возникновения Земли. Сейчас мы уверены, что Земля произошла из конденсации облака протопланетного, из пыли. А может оказаться, что эта гипотеза совсем даже и неверна. При помощи гиперболических полей и гиперболических обобщений, гиперболических расширений телескопов, мы можем получить гораздо больше знаний о окружающем нас мире. Выходит, российские физики все-таки смогли приподнять завесу над тайнами, о которых молчат пирамиды. Ученые выяснили, что эти огромные сооружения до сих пор действуют как своеобразные геофизические приборы. Не отсюда ли происходит их греческое название, означающее «огонь» или «энергию»? Нам еще предстоит выяснить, как эта энергия воздействует на человеческую психику, порождая так называемые измененные состояния сознания, которые современная наука только начинает исследовать. Субтитры создавал DimaTorzok